Здравствуйте, дорогие слушатели канала Бурят Мангул Эрхетен. Здравствуй, дорогой Даржо. Мы тебя очень давно не видели на нашем канале, очень соскучились, и вот очень рада, что ты смог найти всё-таки время и немножко нам рассказать о новостях. Накопилось, конечно, много вопросов, даже не знаешь, с чего начать. А может быть, ты мог бы дать нам какой-то апдейт по поводу наших пленных ребят, с которыми тебе удалось встретиться в Украине? Я знаю, что тебе не всё пока можно рассказывать, но, может быть, из того, что уже можно рассказать безопасно, мог бы ты, пожалуйста, поделиться? В первую очередь, конечно, здравствуйте, дорогие зрители, здравствуй, Оксана. Давно не виделись, вернее, видимся, конечно, на созвонах и так далее, но вот в эфире видимся редко теперь. Вот, насчёт твоего первого вопроса. Ты неужели даже не посмотрела на канале новое видео, которое залито, но не опубликовано? Нет, я не видела, честно говоря, не успела. Вот, но во-вторых, я спрашиваю для всех наших зрителей. Да, я понимаю. Действительно, мы апдейты по много материала, очень много его обрабатываем, и получается так, что некоторые моменты... Я прошу прощения, у меня камера... Да, фокус как-то. Да, фокус теряется. В общем, из-за соображений безопасности для этих солдат, потому что некоторых солдат, которыми я разговаривал, нам удалось обменять, и поэтому из-за того, что они уже на территории России, и нам неизвестна их судьба, поэтому мы боимся их опубликовать. Это даже не я, это украинская сторона, военные мне позвонили, сказали, пожалуйста, пока мы точно не будем знать, что они дома, что с ними все в порядке, можно их не публиковать, потому что если они на каком-то фильтрационном лагере или еще где-то, то это очень плохо повлияет на их судьбу, и, ну, как бы, получится нехорошо. Как бы их отменяли, а их тут же отправили снова воевать там, или, ну, в Мутузе, или в какую-нибудь яму посадят, мало ли что. Мы знаем, что российская сторона... Да, сейчас были... Да, были видео, ты, наверное, видел, слили видео у якутских, которые не хотят, раненых, которые не хотят возвращаться на войну, их там держат в СИЗО, избивают, и просто в ужасных условиях держат и не разрешают именно связаться с родными, и, в общем, кошмар. Да, мы не хотим, конечно, такого. Из-за таких соображений мы не хотим публиковать в данный момент, потому что просто боимся. Если мы их подставим, то они, ну, элементарно или повредят им, нанесут тяжелые физические увечья, или отправят снова на фронт, или они, ну, не знаю, что они там творят, это же ужас. Это российская армия, и поэтому просто из-за человеческих, гуманистических соображений мы пока что этого не публиковали. Когда нам точно известно, что эти ребята добрались до дома, до Бурятии, что они вот у себя дома, в семье, ну, после плена, да, и только после этого сразу возникнут вопросы. Да, конечно. Тоже так. Ну, самое главное, что во всяком случае известно, что они уже на территории России. Да. Спасибо большое. И я хотела тебя тоже попросить рассказать о новом направлении деятельности нашей организации, которого ты недавно развернул. Расскажи, пожалуйста, что это, я тоже, к сожалению, Я что-то теряюсь. У нас очень много новых направлений. Да. Я имею в виду направление гуманитарное. А. То, что ты сейчас плохо занимаешься в последнее время. Ох, как в последнее время, наверное, весь последний год. Да, да, да. В связи с этим тебя и мало видно, наверное, в последнее время. Да. Во-первых, один из главных проектов, который мы пытаемся вести, это восстановление, ну, подготовка к восстановлению дамбы. Помните, Каховская дамба, которую взорвали русские варвары. У нас есть возможность найти финансирование, и мы уже договорились с одной компанией, не буду называть ими. У нее есть компетенции по строительству, быстрому возведению временных дамб, чтобы подготовить, создать условия для строительства большой дамбы. Мы вот в течение года этим занимаемся. Это один из проектов. Получается, как бы, русские варвары уничтожают эти дамбы, и так далее, а бурятское движение приходит и помогает восстановлению, украинской инфраструктуры. На данный момент мы оцениваем, где-то это стартовое вложение будет в порядке 300-400 миллионов евро. Мы вроде как бы даже нашли финансирование. Большие деньги, но, конечно же, не такие деньги, которые чтобы у меня там в кармане были, просто нам дали обязательства люди, компании, инвесторы, что мы эти деньги вложим в эту дамбу, как только там условия позволят, что мы можем зайти и начать строительство. Вот. Доржо, а как удалось, почему именно они согласились с нашим движением выступить, ну, в общем, организаторами и посредниками в этом проекте, потому что они же ведь могли бы напрямую просто украинской стороне предложить помощь? Нет, там так получилось. Какие-то твои связи или как? Да. Мой один коллега, друг, да, он из той местности, он из того городка, у него родители оттуда вот, и он начал как бы думать в этом направлении. он крупный бизнесмен, ну, директор моей компании, да, и он, в общем, начал договариваться, искать, но не было у нас связки, у него, вернее, хотя он украинец, но у него не было связки с украинскими, ну, руководящими органами, так скажем, людьми, и поэтому так получилось, что бурятское движение выступило тем мостиком, которое связало вот украинское руководство и вот этот проект, инициативу снизу, так скажем, да, от частных бизнесменов по восстановлению этой дамбы, вот это такой вот проект получился, одно из ключевых моментов, которым сыграло бурятское движение. Мы там кучу народу подключили, по всей Европе. Замечательно. Конечно, сейчас не время таким, наверное, эгоистическим мыслям, но я надеюсь, что в свое время это тоже как-то сыграет роль. Ну, мы посмотрим, конечно, что у нас из этого выйдет. Но я традиционно еще занимаюсь тем, что помогаю людям перебраться с семьям с зоны боевых действий. Я тоже тебе, кажется, и Раджане открывал доступ к своему облачному диску, где я веду мониторинг всех этих ситуаций, кейсов, ну, как бы папочки, да. И вот сейчас у меня один тяжелый случай, когда как-то связь с семьей потерялась. Я не могу дозвониться уже неделю, наверное. Хотел, думал уже вывезти, но они как раз в зоне боевых действий. Я вот не знаю, супруг, ну, отец семейства, он, конечно, не может вывезти, он офицер. Опять же, украинский офицер обращается в бурятское движение, просит помочь вывезти семью. Уникально, да. Вот такое бывает. Вы возможности надо искать. Да. Ну, конечно, у нас нету разницы, да, мы людям с разных стран помогаем выбраться. Ну, вот у нас очень долгий кейс с Баиром, знаешь, да, это Дмитрий Баиров, сейчас он ждет визу, это очень сложно, это очень сложно, но, видимо, люди рассчитывают, что, ну, так, обратишься в германское посольство, там сразу-сразу бас-бас, ну, типа, ты же оппозиционер, мы тебе сразу визу поставим, добро пожаловать. Нет, так не работает, так не бывает. Тем более, что очередь там очень большая. Понятно, что он для Бурятии может быть известный человек, но, к сожалению, ведь, ну, в мировом масштабе мало кто его знает, поэтому, хотя, несмотря на то, что кейс поддержали такие организации, как Мемориал, Free Russia Foundation, это не так, другая Free Russians, в общем, другие организации, тем не менее, все равно это все с натяжкой все идет. Такое впечатление, что в Америке более такой прямолинейный процесс, что люди там вообще без особых каких-то кейсов пересекают. в Америку, но в Америку там проще, а в Европе это всегда сложнее, потому что в Европе очень все забюрократизировано, но тем не менее, я считаю, что в Европу эмиграция для таких случаев, как Дмитрий Баиров лучше, потому что у него дети. Важна социальная защищенность. Если он сюда попадет, мы договорились с одной клиникой в Мюнхене, что его детей сразу примут, сразу на обследование, поэтому мы надеемся, что удастся. Он вроде недавно там какие-то письма получал, я видел в рассылке, у нас там маленькая закрытая группа и видел, что у него там дополнительную информацию германское посольство просит, так что я думаю, что может быть скоро все у него получится. Я очень беспокоюсь за его детей. В общем, во всем направлениям, да, и наши бурятские тоже беженцы. Да, со всякими беженцами работаем во всем мире. Мы помогаем с медицинским оборудованием, мы не донатим на вооружение и так далее, это принципиальная позиция, поскольку мы нейтральная сторона, мы не можем платить деньги на оружие и так далее, это все-таки немножко, я тебе уже говорил и в моем видео это было, что мы выступаем как третья сторона, нейтральная, а вот на медицинское оборудование, на медикаменты, потому что оно же используется не только для украинских, допустим, раненых, да, я недавно был в Киеве и говорил с руководителем медицинского подразделения, которому мы помогаем, он в том числе помогает, ну, то есть, если они берут в плен, там, раненых находят, российских, в том числе из Бурятии, он говорил, они всем оказывают медицинскую помощь, поэтому, когда нас обвиняют, что мы там никому не помогаем, своим не помогаем, извините, мы пересылаем медикаменты, которые идут в том числе раненым, которые окажутся на поле боя, если они могут быть даже из Бурятии, такое тоже, оказывается, было, и наше оборудование, и наши медикаменты, наши там эти перевязочные материалы, специальные, ну, там очень большая нужда, очень важно сохранять наш нейтральный статус, гуманитарный, да, гуманитарный, наверное, ты все-таки располагаешь какую-то информацию о наших ребятах, которые были в сибирском батальоне, у них как, нормально все, насколько это вообще можно рассказывать? Я, наверное, воздержусь от хорошо, потому что я не хочу повредить, навредить не им, никому, в общем, в этой истории, я, как бы, обхожу эту историю. Я интересуюсь этой ситуацией, держу то, что говорят, руку на пульсе, но поскольку это проект, так скажем, ну, инициатива не нашего движения, да, создания этого батальона, хотя мы знаем, кто создал, у меня с ним было очень много споров насчет этого батальона, необходимости этого создания и так далее, но мы разошлись во взглядах и... или у меня неверная информация. Он как бы отстранен командованию, и я ему говорил, что все так получится, что связываться с нашими хорошими русскими, это себе дороже, потому что сибирский батальон был создан, ну, как бы, там связка, получается, и с хорошими русскими разными, там, ну, РДК, там, да, я ему говорю, что я сомневаюсь, так это не работает. Ввязываться в эту историю на той стороне, ну, как бы, не стоит, ну, хотя, конечно, они себя неплохо проявили, повоевали, так скажем, да, помнишь, я недели, две, три назад, когда собирался в Киев ехать, лететь и ехать, да, там, там, часть пути летишь, часть пути, да, да, в общем, добираться, я как раз-таки говорил, что необходимо нам поговорить с этими, ну, с частью личного состава сибирского батальона, я съездил в Киев, смотрел на всю историю, там, ну, поговорил с кем надо, так далее, и, в общем, пока что я держусь на расстоянии. То есть сегодня упомянул, что что-то ты все-таки мог порассказать, какую-то байку там, что-то ты упомянул? С нашими ребятами или с кем? Ну, не, не с нашими. Вот есть история, то, что нас бурят пытаются дегуманизировать, да, в каких-то варварах, там, да, жестоких, там, дикарей, там, история совершенно другая. Буквально, вот, полтора часа назад, я случайно в центре Хельсинки познакомился с украинцем, который был в тот момент в пригороде Киева, и когда ему пришлось бежать, там, автоколонна, так скажем, гражданских, они оказались, ну, не то, что в плену, их, в общем, задержали российские войска. Вот это подразделение, которое их задержало, ты в Украине не была, наверное, не знаешь, как из Киева выезжать, в общем, я примерно представил. В Днепропетровске была сто лет назад, и все. Вот, там надо, ну, Киев же почти был окружен, и в одном месте, в общем, они попали, ну, не то, что в засаду, но там уже были российские войска, но они же гражданские, по правилам ведения войны, гражданских трогать нельзя, ну, их пропускают обычно, зеленый коридор делают. В общем, их колонну остановили, и те, кто их остановил, оказались азиаты. Но он, как говорит, буряты, буряты, да, буряты. Но, я думаю, что это действительно могли быть буряты. Почему? Потому что, он говорит, вот я наслышан о разных там историях, там сказках, что там дикие варвары, там грабили, насиловали, там утаскивали, что-то там, да, совершенно по-другому. Их остановили, все как полагается, ну, иметь в виду, задержали, да, колонну. Вывели всех, проверили документы, продержали там несколько часов, да, говорит, когда останавливали, они стали стрелять, ну, потому что, вы видите, не хотели останавливаться, но стреляли не по машинам, а над машинами, ну, чтобы показать, что мы стреляем. Машины остановились, люди вышли. Предупредительные. Никого не убили, никого не избили, проверили документы, убедились, что это гражданские, при том, что подразделения были только азиаты. Спокойно всех отпустили. И он уверен, что это были буряты. Он говорит, а эти же буряты были, да? Я говорю, не факт. на лице, не написано на форме, что он бурят, да? Но, тем не менее, я думаю, что могли быть наши, потому что все-таки считается, что все-таки люди из Бурятии более культурные, воспитанные. Он, кстати, точно, очень четко сказал, убивают русские. Эти жестокости творили, говорит, русские. А вот они, они ничего такого не сделали. Они просто нас остановили, проверили, ну, немножко подержали, попугали, но потом сказали всем сесть в машины и уехать. Да, относительно того, что происходит, там это уже считается удивительно, да? То есть, обычная военная дисциплина, это уже какое-то невероятное поведение. Я же не выгораживаю наших, ну, так скажем, земляков. Наверняка там хватает, да, всяких уроков. Да, всякого там может быть, но тем не менее, он считает, что это были буряты, и они вели себя максимально деликатно. Он слышал много историй, что русские десантники всякие там, они просто расстреливали машины. А говорит, а нам повезло, нас вот эти лица азиатской национальности остановили, запросили. Да, и отпустили. Я ему сказал, ну, не факт, что это точно были буряты. Да. Может, это якуты были, мы же не знаем. Да, и калмыки. Калмыки могут быть, но я не думаю, что столько калмыков на самом деле наберется на целое подразделение. Якуты могут быть, буряты могут быть, тувинцы могут быть, кстати, но я не слышал, чтобы в тех боях в окружении Килиева были, участвовали тувинские подразделения. Там точно были сначала какие-то бурятские подразделения, даже там погибли, я знаю. Ясно. Да, ну, в общем, наша цель, конечно, чтобы их вообще там не было, да. Дорожо, а что-то можешь ты рассказать из этой поездки в Украину? Которая недавно была? Да, последняя поездка. Я недавно был в Киеве с целью подписания меморандума о взаимном понимании и признании между Лигой свободных наций, бурятским движением и Украиной. Украина нас признает как законных представителей бурятского государства будущего, но, де-факто, так скажем, законных бурятских органов представительской власти, которые ведут сейчас борьбу за создание будущего государства, то есть бурятской нации, да, и Украины, и в том числе и других наций, там были черкесы, башкиры, татары и так далее, да, мы подписали такой документ в том, что взаимное признание, что нас признают и мы признаем. Украинская сторона признает нас. С украинской стороны кто подписывал? А, представители государства, это Верховная Рада Украины. Верховная Рада. То есть теперь на основе этого документа, да, может, ты можешь приезжать чаще, да, заниматься? Я вообще в Украину могу часто приезжать, я там могу часто бывать. Ну, я думаю, сейчас будет, ну, что касается каких-то государственных связей, больше возможности открывается. у нас действительно очень хорошие, тесные, дружеские отношения с украинским государством, с руководством украинского государства. Да, замечательно. Наши главные партнеры и... Наши союзники в данный момент. Главные союзники, да. Потому что, ну, понятно, что победа Украины это распад России и, следовательно, это создание независимых государств, таких как Якутия, Бурятия, Татарстан, Башкирия, Черкесия, Чечня, Дагестан, не знаю, Ингерманландия, Тирзянь, Мастер, и так далее. Это неизбежно. И в этом деле мы естественные союзники. Это, это само собой понятно, что мы помогаем, чем можем украинской стороне, ну, гуманитарные миссии и так далее. И каким-то советом можем поделиться. Ну, мы же можем просто объяснять, как вести пропаганду для россиян, на что обращать внимание. Допустим, они же не очень представляют, что, ну, внутреннюю кухню России, так скажем, какие взаимоотношения между народами и так далее. Мы можем от первого лица, так сказать, объяснить, что и как. Я могу рассказать, как я оказался в одном автобусе вместе с российскими диверсантами. А, да, кстати, это очень веселая история, да? На границе, да, это произошло? Да, это произошло на границе, и я, когда по Украине перемещаюсь, у меня телохранители все как полагается, ну, встречают на высшем государственном уровне, да, бронированная машина, ну, все как полагается. я доехал до Львова и сказал, ну, ладно, я на автобусе до границы, ну, в смысле, до Варшавы поеду на автобусе, ну, типа, что тут может быть на западе Украины, да? Ну, окей, ладно, у нас еще с автобусом смешная история получилась, опоздали мы на автобус, на следующий день взял билеты, утром, коллеги украинские мои друзья посадили телохранители мои, все там помахали мне рукой, говорят, все, езжай, дрожжо. Вообще, с моими телохранителями очень веселая история, я же не первый раз езжу, и много у меня историй с ними. Ну, в общем, сел я, поехал в автобусе, со мной еще двое друзей было, ну, коллег по Лиге Свободных Наций, значит, едем мы в автобусе обычным. Ладно, прошли украинскую границу, проходим польскую границу, и тут начинается. Оказалось, что в нашем автобусе несколько российских нелегальных агентов, все-таки кому-то из них удалось пройти на территорию Евросоюза, нелегальным образом они создали там, ну, такую ситуацию, когда неразбериху на погранпереходе, и в этот момент один из людей проскочил на территорию Польши, ну, как тихо выскочил из этого погранпорта, да, и так тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ну, кто-то уже увидел, но, видишь, обычные люди, они не понимают, что происходит, ну, в автобусе едут, да, это тетушки с балулами, там, с чемоданами, точно на своих, конечно, они вообще в жизни ничего такого не видели, они же не понимают, что это могут быть там какие-то агенты, и, видимо, российские спецслужбы, они давно в разработку вели, ну, чтобы проникнуть на территорию Евросоюза, они там прорабатывают разные варианты, изучили, какая ситуация, и как что там бывает, там, в общем, была группа прикрытия в автобусе, два человека, потом они какого-то бычка с собой, ну, мужичок какой-то, испанец, не испанец, они его там во Львове, я его видел на вокзале, в общем, ну, как девушка обработала, и он такой весь там уши развесил, ага, девушка с ним познакомилась, ага, в общем, и все же думают, там, обычной тетушке, что это там парочка, она там, а в итоге оказывается, что они его специально для этой суматохи взяли, кинули там, группа прикрытия создала кипиш, и агент, девушка, она очень аккуратно вот так, оп, проскочила мимо пограничников, которые там в суматохе, ничего не поняли, что происходит, и она просто вышла, а ее машина растворила, ну, не то, что там толпы не было, там возле погранперехода недалеко машина ждала, она тихо, спокойно туда ушла, села и уехала, и одна какая-то тетушка потом говорит, так она же вышла там, тихо, спокойно, первую машину попавшуюся попала, поймала и уехала, ее машина ждала, так машины там не стоят, а нас задержали за это в автобусе, я должен был в Варшаве пересадку делать, я обычно на самолете летаю, и в этот раз я решил, значит, на автобусе проехаться, посмотреть, ну, летом приятно кататься, ведь весна лет, да, почти полный рабочий день присидели на, в этом автобусе, нас не выпускают, все там в суматохе, 3-4 раза наши паспорта перепроверили, польские, я там про себя там смеюсь, я понимаю, что это же не центральный какой-то погранпереход, такой, знаешь, все жестко, да, да, а такое-такое периферийное, и, видимо, этим и воспользуются, что они там не очень-то... не очень опытные такие, уши развесили тоже, ну, видишь, зато нелегал агент проник, кстати, в те дни как раз было таки много, ведь диверсий на территории Евросоюза, несколько пожаров крупных установлен, даже кого-то задержали, в Польше, в Финляндии, еще, кажется, в Литве где-то что-то там взорвали, подорвали, Россия ведет тут диверсионную войну, на самом деле. Конечно, да, диверсионную, информационную, в общем, гибридную и всякую, у нас тут даже вся Латинская Америка, она вся обработана информационно, вся куплена, да, рекламой на каждом столбу, газеты приносят по квартирам, вообще печально, конечно, ну ладно, хорошо, что Латинская Америка и Африка, там, арабский мир, наверное, сейчас, второстепенно, но тем не менее, просто, какая мощь вообще, какие ресурсы кидаются на это дело, просто трудно вообразить, о каких, о каких суммах вообще речь идет, у нас даже в школе, у нас в школе, значит, прошла это, ну как обычно в школьной ярмарке, да, когда есть международная школа у моего ребенка, каждая страна представляет на этой ярмарке, значит, свой стенд, это такое обычное, такое мероприятие, там продают каждую свою национальную еду и так далее, и рассказывают немножко о своей культуре, так вот, наш русский стенд, значит, пригласили какую-то проплаченную типа общественную организацию, но все же прекрасно знают, что нет никаких общественных организаций в России, все общественные организации уже давно закрыты, а все, которые существуют, они все проплаченные и все прогосударственные, вообще пригласили их туда, они там устроили целый какой-то пропагандистский это твой, там рассказывали про Российскую империю, что-то там вообще кошмар, плов продавали, конечно, плов, ага, типично русская еда, в общем, я тоже написала, а у нас школа британская, я как бы вообще не ожидала, неужели не соображаются всем, написала директору, тоже объяснила, что вы вообще понимаете, как бы сейчас, как это все выглядит, то есть тут у нас полно обычных маленьких бизнесов, да, русские как бы разные, многие против войны, неужели нельзя было пригласить обычных маленьких, ну, маленьких бизнесов, зачем вы пригласили вот такую организацию, ну, в общем, он с первого раза меня не понял, потом второй раз написал, сказал, хорошо, я передам это дело, там, родительском комитете, в общем, я буду бороться тоже против, свой маленький вклад тоже сделаю, ну, кошмар просто, да. Думаю, это было Россотрудничество? Конечно, это было какое-то там, тут есть две мощные русские, да, 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 у меня, кстати, первая супруга там работала, а, да, ага, поэтому расслабляться нельзя, люди иногда забывают, что мы действительно находимся на войне, за всем нужно следить, на все обращать внимание, да, на такие вещи. В общем-то, если у нас есть такая возможность, неплохо было бы, да, выслушать тоже. наша такая очень известная экономическая программа, которую никто, кроме нас, не читал, но ты читала, ты читала, Раджана читала, мы, кажется, даже Пронькину ее не показали до сих пор. Да, надо отправить, конечно. Дело в том, что мы очень сильно перерабатываем ее, очень сильно, потому что помнишь тот документ, ну, у нас же теперь большая команда профессионалов разных, экономистов, юристов, и мы разделили, дело в том, что первоначальный документ, который мы с тобой писали и Раджану вместе, программа восстановления бурятской государственности, он, конечно, даже очень хорошие оценки получил среди европейских и политиков, и экономистов, но, тем не менее, самая хорошая черта, которая у нас есть, это самокритика. Но он был еще очень схематичный, он еще сырой. Он такой сырой, это дорожная карта, куда, в какую сторону смотреть даже, не то, что дорожная карта, это направление, вот мы смотрим туда. С самого первого момента Раджана тогда еще указала, что надо разделить политическую составляющую, экономическую составляющую, законодательную, так скажем, да, ну, там же еще у нас курсы были в эти университеты европейского этого, и только мы добавили социальную программу, социальную защиту, и так далее, там, культурную, образовательную, да, это было только в нашей программе. И нам действительно сказали, что у нас действительно есть какое-то настоящее видение того, что мы как-то, ну, действительно видим государство в государстве, настоящее, подлинное, где все сферы, да, от экономики и заканчивают там образованием, социальной сферы и так далее. И теперь пришло время, когда надо очень четко отделить вот этот экономический блок, его писать отдельно. Ну, то есть, то, что у нас есть, взять за основу и расширять, добавлять. И я буквально недавно очень такую книжку почитал по экономике. Я очень много книг по экономике читаю, так скажем, мне уже за 40 лет надо было студентам это все читать. Не, на самом деле, конечно, я и студентам довольно-таки много книг по экономике почитал. У меня, кстати, меня никакими этими не заставишь читать книги по экономике. От нас сейчас придет требовать какого-то очень конкретного плана тоже, мне кажется, очень странно, потому что наше дело подготовить почву. У нас есть полно специалистов, которые сейчас не при делах, которые не могут реализовать свое видение и свое понимание и не могут сделать какие-то вопросы и предложения в существующей системе. Это же все невозможно. Но потом, когда будет политическая основа для этого, все эти люди, они у нас есть и можно будет их привлечь. Я считаю, что специалисты должны заниматься. Ну да, но, видишь, мы должны картину будущего показать, что мы идем в таком направлении. А почему мы должны очень конкретно... Не-не-не, смотри, тут очень четко. Мы же обращаемся вот, то, что мы пишем, то, что мы делаем, вернее, это же Международный валютный фонд, это Всемирный банк, это Еврокомиссия, то есть это мы никому-то там, а мы конкретно, вот то, что мы делаем, то, что нас признали национальным движением, и мы с кем-то работаем, в этих институтах, в том же Международном валютном фонде, Всемирном банке, сидят не абы какие люди, они любят очень конкретику. И, следовательно, мы должны показать очень конкретно, будем делать это, это, это. Их вообще не волнует, что мы там в этом ни в зуб ногой, ни в дюбель, не соображаем, что мы там романтики, революционеры и так далее, они не хотят нас видеть в качестве революционеров, они хотят видеть, что мы конкретно придем, решим экономические проблемы, население Бурятии будет довольно сыто, защищено, успокоено, потому что людям все-таки нужна ну, сытая, спокойная жизнь, стабильная, да, процветающая экономика, и так далее, растущая постоянно, поэтому от нас это требует, и они, вернее, они говорят, да, вы придете, там, победите, революция, там, и так далее, но на следующий день, после революции, вы выйдете, пойдете работать, и что у вас будет работать? Распад любого большого, крупного государства подразумевает некоторое время нестабильности, некоторого хаоса, да, да, и они хотят максимально этого избежать, мы тоже этого хотим максимально, мне вообще не нужно, чтобы у нас в Бурятии какие-то там непонятки были, да, нужно, чтобы мы когда придем, победили, все, а потом выходим, все, все вышли на работу, действительно, надо работать, понятно, в общем, нужен все-таки план этот, да, и мы, просто, знаешь, понимание того, что мы теперь работаем на себя, не на Москву, нам говорят, что у нас типа дотационная республика и так далее, врут они все это, потому что, если по чесноку разобрать, сколько всего вывозится из Бурятии, то смотри, недавно эти наши друзья, что Владимир Милов, что Сергей Александрович, кто-то там, я уж не помню эти якобы наши либеральные товарищи, они же прямо признали, что если регионы уйдут с национальной республики и так далее, им в Москве кушать нечего станет, все, что предлагают так называемые хорошие русские, это то, что они за счет регионов будут так же продолжать жить, так же Москва будет паразитировать на все остальное России, на всем остальном пространстве, Сибири, Дальнем Востоке, ничего у них нету, они ничего не могут предложить миру, ни нам, ни миру, ничего не, кроме того, что они будут выкапывать наши недра и продавать это куда-нибудь на Запад или в Китай, и все, а мы, извините, сами можем продавать, почему мы должны отдавать наши достояния москвичам, и они будут за счет, смотри, у них, они еще недавно тоже, кажется, Милов заявил, да, ну, типа, там, война закончится с Украиной, Россией, там Путин проиграет, будем платить репарации, но мы их возьмем там у регионов и заплатим, то есть мы там продадим золото, алмазы, нефть, за наш счет, как всегда, за наш счет, простите, я не хочу платить за грехи москвалей, чтобы из моего бурятского золота или там нефрит, или еще чего, или из урана нашего, или полиметаллов наших, там, цинка, свинца, там, что-либо, да, москвали отплачивают с Украины, мы, может, сами расплатимся как-то с Украины, общий язык найдем и заплатим там, если потребуется, да, пропорционально, да, пропорционально, это речи будущего, да, простите, а основная нагрузка вины на Москве, сами платите, а вот видишь, у них ничего нету, на самом деле у Москвы, они говорят, вы дотацион, это они дотационные, у них ничего нету, они нищеброды, которые жируют на золоте, о алмазах нефти, которые со всей России, это не их принадлежит, это наше, они никто, а все жители Бурятии должны понять, что это они кормят Москву, или жители Якутии, жители Красноярского края, это они кормят Москву, ни Москва никому ничего не кормит, субсидии, они, понимаешь ли, дотации присылают, продали наше имущество, наше золото и жируют, в общем, все равно наша работа, она сейчас заключается больше во внешнем, находить союзников, готовить связи внешние, международные, готовить мировое сообщество, потому что конкретно в Бурятии сейчас мало что можно сделать, потому что ситуация там очень плачевная, я вот вчера видела тоже видео, там в детском саду они уже маршируют и просто полный дурдом, состояние умов просто вообще ужасным, ужасающим вообще, полной деградации. Ну, я тоже в детском саду маршировал. Ну, да, мы все пионеры были октября-то, понятно, слава богу, дети это все, наверное, забудут, дети это все не воспринимают серьезно, мы тоже песни пели, тоже пионерские, ничего, как-то мы все от этого всего избавились. У меня такой случай был, ну, я по этой тематике немножко подкалываю людей, когда я финский язык учил, сочинение написал о том, как я, у меня школьные годы, да, как мы маршировали, встроем ходили, потом учились кидать гранату, стрелять из винтовки, так далее, да, видимо, так написал, но у меня преподаватель заплакал. Да, 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 бедные дети, да, ну, реально, да. Не, на самом деле, конечно же, это очень сильно отражается на психике, да, допустим, я довольно-таки очень суровый и строгий человек, и очень люблю дисциплину, ну, и всегда говорю, строем ходите, меня будете, ну, на самом деле, деформация, да, никуда не денешься. Конечно, мы все немножко совки в этом смысле, да, ну, в общем, надо все-таки быстрее избавлять бедных наших детей от этого кошмара, реабилитировать, да, им не надо такого, реабилитировать, конечно, кошмар какой. Учиться на том, что там кто-то враг, что мы с его там разгромим, там, не знаю, поэтому, ну, я к тому, что все-таки наша деятельность, она сохраняется такая, вне Бурятии пока, потому что сейчас в Бурятии, мы не можем кого-то призывать что-то делать, потому что все очень опасно, ситуация, по-моему, только ухудшается в этом плане. что бы мы не делали в Бурятии, я никому не буду рассказывать, что бы делать. Да. Зачем? Зачем? Ну, на самом деле, в Бурятии довольно-таки много поддерживающих нас людей, в том числе в рядах силовых органов, правоохранительных органов, которые с нами работают, и есть на самом деле в Бурятии патриоты, настоящие патриоты, которые не хотят сотрудничать с чиновниками высшего звена даже. Эта сфера деятельности должна оставаться пока невидимой. Да, она невидима. Почему свое время? В любом случае, люди, которые остаются в Бурятии и помогают нам, ни в словом, а делам, да, мы угрожаем нашу очень большую признательность, благодарность, и что они ежечасно рискуют, находясь в правительстве, в силовых органах, да, не будем говорить, сколько их и кто это, но они нам помогают, и поэтому ну, и, кстати говоря, мы не против того, чтобы люди переходили на нашу сторону, если кто-то еще сомневается, ну, уже понятно, что российский режим наладан выше, и рано или поздно развалится. Мы придем и за все спросим, и поэтому лучше заранее на нашу сторону перейти и нам помогать, потому что это зачтется, потому что в будущем надо жить, мы не собираемся там устраивать какие-то там ужасные гонения и так далее, но мы же все проверим, кто совершал преступления, кто активно сотрудничал с режимом против жителей Бурятии, отправлял на войну, мы это все найдем, вернее, мы все знаем, нам искать ничего не надо, мы знаем. Зла мы не помним, приходится записывать меня. Да, 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 но тем не менее мы открыты к сотрудничеству переходу на нашу сторону, то есть деятельный переход, помогать информацией и так далее, мы знаем, и тем, кто уже на нас работает, большая благодарность, потому что это же будущее Бурятии, это по сути мы уже выстроили внутри вот этой действующей чиновничьего бюрократического аппарата уже очень много наших людей, которые вырастили желание с нами работать, это просто в какой-то момент все поменяется и эти люди будут наши, ну в смысле они уже наши, да, и просто они открыты уже будут наши и все, тем более в проворотнительных органах тоже. Даржа, а из тех вот кому ты помог перебраться, как ты думаешь, они часть из них планируют вернуться в Бурятию? Да, несомненно. Это будет возможность, да? Да, да. Хорошо. Нам будут нужны специалисты, нам нужно быть люди с опытом, пусть они пока поживут, научатся чем-то новому, да. Одно из направлений деятельности, о которой мы можем рассказывать, мы на самом деле делаем многое и мы открыты к сотрудничеству, мы очень так, наверное, все-таки скажу, мы недавно когда были в Киеве, говорили с украинским правительством и будет ряд проектов для, ну, смотри, есть очень много проблем нерешенных бурятских проблем, да, в составе Российской Федерации, там, проблемы геноцида, репрессии и так далее, там, непризнание репрессии, расчленение республики и так далее, да, все это вышло на международный уровень, потому что Россия нам отказала, Путин отказал, и я с ним переписывался, получал официальные ответы из Кремля, и Верховный суд и так далее, там, в России мы не смогли, ну, пройти этот этап, потому что юридические компании внутри России и адвокатские конторы, они, в общем, это было перед самой войной, незадолго, они отказались, потому что это было очень опасно для них, понимаешь, да, и тем не менее, по сути дела, это международные взаимоотношения между государственными, ну, так сказать, государствами, да, потому что расширение Бурятии, это все-таки уничтожение государственности, следовательно, мы имеем право выходить на уровень организации объединенных наций и так далее, международный уголовный суд, и у нас теперь есть огромная команда юристов, которые нам все это сделают, мы, у нас есть все документы, ну, потому что я же официально с Путиным переписывался, все ему посылал, все копии, заверенные нотариусами и так далее, да, получил все их ответы, они тоже все заверены печатями, подписями Кремлевской администрации и так далее, то есть они этого отвертеться не могут, все это пойдет в международный уголовный суд и так далее, признание геноцида Бурят, там, расчленение республики, расстрелов, убийств и так далее, да, и на основании этого мы имеем право требовать независимости и так далее, и так далее, очень много, в общем, на основании этого мы имеем право требовать независимость, а также восстановление округов, округов, не только округов, а там еще очень много территорий просто отторкнут их от Бурятии, то есть в пользу Иркутской, и вот вокруг Байкала вся территория, она была в составе республики Бурятии, Бурят-Монгольской республики, все мы это вернем в международный, да, конечно, потрясающая новость, что мы можем возобновлять эти процессы, понимаешь, даже Россия распадается, там Иркутская область, там не знаю, что там появляется, Сибирская республика, да, а у нас решение международного уголовного суда, куда вы пойдете, вы нам все вернете, да, все нам вернете, мы еще и компенсацию сможем попросить на восстановление республики, так что мы очень много работы делаем, у нас очень хорошие союзники в данный момент, как в Украине, так и в Европе, международные инстанции, страны, там, Финляндия, Эстония, они признают нас, недавно тоже у нас прошел Конгресс Лиги Свободных Наций, перед Конгрессом у меня была встреча в Министерстве иностранных дел в Эстонии, вот, встречался с высшим руководством Эстонии, разговаривали, все эти вопросы обсуждались, потом они меня пригласили на конференцию по безопасности, это аналогично такой же, как в Мюнхене, но в этот день я должен был быть в Киеве и в Раде выступать, и поэтому я был в Киеве, но не получилось мне в Эстонии, но еще поеду, так что на самом деле мы очень большую работу провели, именно на самом высшем государственном уровне. Спасибо большое, Доржо, очень много интересной информации, я просто хотела бы, чтобы ты это рассказал, потому что у людей иногда складывается впечатление, что раз ты пропал, раз мы не так часто выходим в эфир, как будто бы ничего не происходит, на самом деле это так, на самом деле это как раз с точностью наоборот, если мы выпадаем. Просто когда ты все делаешь, что ты делаешь. Да, очень многое значит происходит, но все-таки важно иногда выходить в эфир, немножко рассказывать, по крайней мере ту часть, которую безопасно и можно и нужно рассказывать, потому что много происходит того, о чем мы пока еще не можем рассказать. Люди должны понимать, что мы находимся на войне, в состоянии войны, и нужно быть осторожным, и нужно быть дальновидным, и соблюдать свою стратегию в ходе этой войны. Спасибо большое, до следующей встречи. Спасибо.